Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Юля Стар. И у нас с вами прям горячие новости. Юля выпустила коротенький видеоролик. Значит, сплетни вас поглотили. Сидит Юлька на кухне в сорочке ночной. Похоже, она её никогда не снимает неделями. Что-то там натирает, трёт глаза. Дальше, значит, они что-то там болтают по поводу, якобы, что у них не работает колонка. И там у них якобы мастер. Что-то там какой-то шум за кадром слышен. Юльке что-то болит там с одной стороны. Что-то там показывает. И Лариска спрашивает, ну что тебе, болит? Короче, что-то там у Юльки заболело. Видать, бумеранг прилетел и заболело. Ну и, значит, рассказывает, что вот целый месяц, целый месяц колонку делают, делают и никак не сделают. Ну, недавно нам же говорили, что порядок с колонкой. Всё там нормально. Достаточно на кнопочку какую-то нажать, если там её выбивает, вырубает и всё. И так же девчонки радовались, так радовались, что уже не надо вызывать никого. Просто нажать на кнопочку и всё. И как писали мне в комментариях, что у сантехника должен быть термин. Просто так по звоночку он не приходит. Ну, я не могу сказать, так это или нет, потому что живу в другом государстве. Говорю то, что, собственно, сама читаю у себя в комментариях. Ну, а дальше Юльку понесло. Это специальный такой видеоролик она записала. Что вы, говорит, мне пишете, что якобы её в органы вызывали? Шо вы там наслушаетесь? Говорит, что вы там где услышали? Юльк, а, Юльк, это ты, похоже, у меня услышала, и поэтому тебя понесло. Ну, и, значит, про органы. Так, Юльк, ты же толкала эти манты в рот прям целиком и бубнела, что приходится тебе тратить своё время, чтобы по органам ходить. Ну, а тут она решила в воздухе, значит, переобуться и пояснить всем, что неспроста в органы она ходила. Это неспроста, и она имела в виду, что просто так в Германии никто никого не будет вызывать в органы, что должны быть факты. Не просто сплетни, как на YouTube, а у меня, говорит, есть подтверждающие факты. Вот, говорит, я и хожу по органам. Дальше Юлька заявила, для того, чтобы тебе дали адвоката, нужно пойти в суд и написать заявление. Юлёк, а ты не думала, что в суде уже окончательное разбирательство, и не в суде дают адвоката, а сначала начинается со следственного комитета, или с прокуратуры там, или даже с полиции. Не знаю, как там в Германии, но суд – это уже вынесение приговора. Видимо, ты об этом не знала и решила понтануться. И Юлька говорит, что якобы написала она заявление в суд для того, чтобы выдали адвоката, и написала заявление на нерадивых блогеров, которые ей просто жить не дают. Не жить, наверное, не дают, а жрать не дают. Ну, а дальше Юлька решила якобы понты гнилые кинуть, да, что за шо на меня в полицию? За то, что я ем? Ну, смешно. И Лариска за кадром ржёт. Юлёк, по твоим видеороликам там столько всего можно набрать за что? Ну, самое главное – это за то, что ты каким-то там образом оскорбила Эрику, наклеветала на неё. Ну, а самое главное, по-моему, это не полиция. Это не полиция, это не суд, это джоб-центр, это укрывательство доходов, да, скрываешь доходы от Ютуб, получаешь деньги при этом от джоб-центра, получаешь пособие, живёшь на широкую ногу, на широкую глотку, и, конечно же, тебя сейчас это всё напрягает, и очень заметно, что в ней присутствует страх. Уж больно они притихли обе. Лучше, говорит, спросите у меня. Наслушайтесь, что у вас голова кругом просто идёт. И, значит, спросите у меня. Уже же спрашивали, помните, как Юлька сказала? Вы лучше спросите про кошку у меня. У Юльки спросили, в какой клинике обследовали кошку. Что она ответила? Вот, поэтому спрашивайте больше у Юльки. Она вам всё расскажет. Ну и, короче, итог. Юля была в суде. Ей выдали адвоката. Далее она была в полиции и написала заявление в полицию. Ну, а потом сказала, что ей что-то там болит. Ну и дальше, как всегда, людей, кроме бабла, ничего не интересует. Юлька, молодец. Ты вот это понимаешь. Ну, потому что говоришь о себе. Тебя действительно, кроме бабла, ничего не интересует. Ну, потому что у тебя одна цель – нажраться, выспаться. И больше нет никакой цели. А бабло как раз-таки и помогает в этом. Закупить полный холодильник жрачки, полные шкафы шмо, так далее, полную морозильную камеру в подвале, чтобы, не дай бог, если придёт голоданье, да, и если не будет пособия, чтобы хоть на первое время хватило еды. Дальше так смешно стало, когда она сказала, что столько шарлатанов и голодных. Ой, Юль, ты бы уже молчала. Про голодных уже молчала бы. Мы видим, кто у нас голодный. Мы и видим твою весовую категорию. Мы видим твои порции в собачьих мисках. И мы-то понимаем, кто голодный, а кто не голодный. И дальше Юлька сказала, что она, как всё это дело вспоминает, что она там вспоминает, она не уточнила, то ей аж плохо становится. Ну, а дальше переключились на пионы, где покупали пионы. Дальше Юлька опять затеяла тему колонки, что сделали кнопку, и эта кнопка выбивала, а сейчас у них отопления нет, и они без отопления. Удивительно, да, мёрзнут без отопления. Но Юлька сидит в сорочке ночной. Было бы холодно, сидела бы одетая. Поэтому, Юлёк, здесь не прокатит. Ты понимаешь, что пощупать мы твои батареи не можем через экран. Поэтому сидишь и опять чешешь по ушам. И опять недовольная, что если бы была немецкая семья, это бы не прокатило. А так как они беженцы, то вот к ним так и относятся. Это именно так было и задумано сказать. Дальше отчитались, почему они дома сидят, что ещё один день забастовки. И поэтому Юлька сидела, намывала своё лицо диском и каким-то тоником. Да, чтобы быть красавишной, неописанной. Ну, а дальше Юлька сказала, что вчера поела, да, негодящей еды. И опять сахар поднялся. Ешь, Юленька, ешь. Ты же у нас самая умная. Ты же знаешь, как правильно питаться. Кушай, никого не слушай. Ешь, пока рот свеж. Да, лучше в вас, чем в таз. Много выражений есть. Ты же у нас сама знаешь. Ты всё прекрасно знаешь сама, что тебе можно есть, а что тебе есть нельзя. Нам-то барабану, что ты будешь толкать в свой рот. Ну и дальше Юлька села измерять сахар. Да, а я читаю параллельно комментарии, и ей пишут. Да никто тебе бесплатно не даст адвоката, за всё будешь платить. Смешно, какого они о себе мнения? Это надо иметь семейного адвоката и платить ему ежемесячно. Вот тогда он будет заниматься твоими проблемами. Ну и ответы. Дадут беженцам и малоимущим дадут. Ну и дальше. В противном случае она наймёт адвоката. Ну, значит, в противном случае это, значит, за деньги наймёт адвоката. Да она корм не может нормальный своим животным купить, потому что переживает за свой желудок, чтобы был полнёхонький всегда. Что говорить про адвоката, который стоит недёшево? Ну и дальше у Юльки показала 155. Я не понимаю, сколько это и высокий это сахар или нет. Ну и вспомнили про хинкали, хотя это были не хинкали, а манты. Манты, по-моему, манты. Правильно. Ну и, конечно же, и булочки, и чай. Всё, что попало, толкают в рот, а потом сидят и ноют, что сахар высокий. Я, ребят, вот пребываю в шоке от таких дамочек. Как же можно так себя ненавидеть, чтобы вот так запускать? Чтобы здоровье грохнуло полностью, этот вес всё выше и выше. Ну, как так можно? Тяжело ходить, едва ходит с палкой, а дышка ужасная. Я не знаю, как можно ненавидеть так себя? Ну и дальше Юлька ещё раз пояснила, куда она тратит своё драгоценное время, а могла бы потратить на изучение языка. Юлёк, ты два года его не изучала, а теперь вспомнила, что тебе вдруг язык понадобился. Чё ты плетёшь? Кому ты чешешь по ушам? Ой, ребят, это просто цирк. Решила устроить цирк. Но главное так тихонечко, безо всяких оскорблений. Ну и дальше действительно там у них был сантехник. Он зашёл к ним в кухню и, значит, сказал там 10 минут, вот там и он поменяет. Девочки, видать, обрадовались, потому что кушать же очень хочется. Сахар поднялся, а слушайте, опять собираются доедать манты, там авокадо. Короче, жрать опять запрещёнку по полной. А дальше Юлька возмутилась, что люди только могут воровать и зарабатывать себе на хлеб. Действительно, Юлечка, вот так получается и ты. Ты получаешь пособие, причём получаешь хороший доход от Ютуба. Даром бы ты не позорилась на весь мир. И как-то ты сама говорила, что хорошо получаешь. А сейчас в воздухе решила переобуться. И рекламу вижу твою каждый день. Каждый день на твоём канале есть реклама. И получаешь ты неплохо и скрываешь. Вот это самое главное, что ты именно обманываешь, то бишь обворовываешь государство. Тем, что государство тебе платит пособие, а ты при этом получаешь деньги. И обманным путём ещё и пособие. Ну и дальше Юлька про кого-то там сказала, про каких-то блогеров, которые зависят от наркоты из бывшего Советского Союза. Про кого она имела в виду? Интересно, кто это зависит от наркоты у нас? Ну а дальше зацепили какого-то блогера, который сидел в тюрьме, был связан с наркотой и такие интересные истории рассказывает. Слушайте, а что может быть интересного в историях человека, который занимался наркотиками и сидел в тюрьме? Что может быть интересного? Чё это вдруг сестрицы заинтересовались таким блогером? Тоже кричали, что они смотрят и немецкий учат, каких-то там блогеров. А тут всё, уже успели и про немецкий забыть, пока пилили видос. И признались, что смотрят бывших заключённых. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. На этом буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok